Молния. Чистки в Минобороны продолжаются. Арестован генерал Попов. А депутат генерал Соболев обещает россиянам начало полной мобилизации. Такого еще не было. Знаете свое место. Единая Россия отстраняет ветеранов специальной военной операции от участия в выборах. Не вашего это ума дело, считает Единая Россия. Налоговая реформа на подходе. Власть без лишнего шума обсуждает повышение налогов для россиян. Татарстанский министр против нищебродов. А Эльвира Сахибзадовна нацелилась на золотишко в карманах граждан. Снова с рельс сошел состав, теперь на Урале. По всей стране полыхают пожары. Владивосток остался без света. Мужчина сообщил о нападении вооруженных людей на элитную школу в центре Москвы. Это оказались учения. Но есть нюанс. В Таджикистане официально запретили ношение хиджаба. Россияне о таких законах только мечтают. Мир пугают новым штаммом коронавируса. Российские власти не отстают. Готовьтесь, друзья. Полномочия Зеленского как президента официально истекли, но он его признает. Международный уголовный суд все-таки выдал ордера на арест руководства Израиля, но это никого не впечатлило. Добрый день, дорогие друзья. С вами Павел Иванов. На канале аудио статьи наконец-то миллион подписчиков. Всех вас благодарю. Жму руки, обнимаю. Вроде надо это как-то отметить, отпраздновать. Если есть идеи, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Новостей сегодня просто огромное количество. Я даже не знаю. Долго думал, с чего же все-таки лучше начать. Начнем мы вот с этих замечательных новостей. Президент поручил нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса к 30-му году на 25%. Еду. Еду, дорогие друзья, мы будем все больше и больше продавать за рубеж, в Китай. В первую очередь в Китай. Компания Сибагра в 2024 году планирует нарастить объемы производства яиц на 63%. У нас дофига еды, зерна, подсолнечника. У нас полно яиц, молока, курицы, мяса. Всего полно. Для Китая, для Америки, для Африки. Вы знаете, есть такой в рыночной экономике закон спроса и предложения. Вот смотрите. В России запустили мясные шаттлы для увеличения экспорта мяса в Китай. Российский экспортный центр, государственная организация. И транспортная группа ФЭСКО отправили в Китай первый поезд нового торгово-логистического сервиса мясной шаттл. Мираторг направит мясо из Брянска аж в Шанхай. Вес груза составил 464 тонны мясца. Оно дойдет до потребителя за 20-25 дней. Если бы это мясо осталось в России, цена в магазине была бы ниже по закону спроса и предложения. Ну зачем россиянам мясо? Россияне пусть жуют капусту с укропом в лучшем случае. А Китаю мы, конечно же, продадим мясо. Зачем россиянам-то мясо? Зачем вам еда? Зачем вам низкие цены? Закон спроса и предложения работает в замкнутой системе. А если у вас все дешевое идет на экспорт, то остается только дорогое для россиян. Красноярским школам и детским садам поставили зараженное мясо, заявили в Россельхознадзоре. А зачем детям мясо? Китайцам нужно мясо. Дети пусть поедят зараженное. Сальмонелла, трихонелла, легионелла, эхинокок какой-нибудь, гельминты. Вот это вот для детей, для ветеранов, для стариков. Каждую неделю я вам рассказываю то тут, то там. Школьники, воспитанники детских садиков, пациенты медицинских учреждений получают зараженную пищу. Ну и ничего. Главное в Китае наращиваем. Путин врать не даст. Путин знает куда вести державу. Путин говорит, больше с Китаем надо торговать. Евросоюз не будет просить Киев продлевать соглашение о транзите газа из России с 2025 года. Европа отказывается от российского газа. Европа прямо сейчас говорит, не надо нам. Помните? Россия с 2014 года, незаконной украинской власти. Российская власть, самая гениальная во вселенной, продолжает платить бабки в твердой валюте за транзит газа. Российское государство кормит, все эти годы кормило и продолжает кормить киевский режим. Путин говорит, ну а что, мы же делаем бабки. Кто между войной и унижением выбирает унижение, получит и войну, и унижение. Вот мы воюем с НАТО, продолжаем торговать газом, и они, не мы, они отказываются от нашего газа. Картина маслом. Опять же, есть вопрос. Вот у нас есть огромные корпорации, Газпром, значит, Межрегионгаз, у нас есть Новотек, Сибур и прочие с газом связанные корпорации. Они испытывают большие проблемы. Газпром, вон, отказывается, не собирается платить дивиденды, у них убытки. Уже поговаривают, чуть ли не банкротство ждет наше национальное достояние. Вопрос. За чей счет выкарабкиваться? За счет Китая? Шиш. За счет Европы? Шиш. Как вы думаете, на ком сейчас эти корпорации будут делать бабки? Кому они скажут платить за газ в полтора, в два раза больше? Угадали? С вас, дорогие друзья. Джанет Йеллен, Минфин США, продолжает изучать новые способы сокращения доходов России. Уже не смешно? Уже китайские банки прислушиваются к американцам и затрудняют торговлю с российскими контрагентами. Если они еще что-то придумают, кризис может быть очень болезненным. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов россиян. Они два года думали, что же делать с этими деньгами. Они искали варианты, как бы их отжать. Нашли выход. Отжимать не будут. Деньги будут 50 лет еще лежать на европейских счетах. А проценты с этих денег будут капать в карманы европейских, ну и украинских партнеров. Спасибо, Владимир Владимирович. Европейцы очень довольны. Мишустин раскритиковал возрожденную Волгу. У вас где сейчас сделан руль? Конкретно китайский? Кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российский. Значит, это же не так сложно, как остальные элементы, правда? Михаил Владимирович начал свой премьерский срок с разноса вот этих чудо-производителей. А как бы в чем смысл? Да, на самом деле наш народ очень любит, когда какой-то губернатор, например, глава Дагестана Меликов, очень любит этим заниматься. Раньше там Сергей Фургал блистал тем, как он разносил чиновников. Че вы плохо работаете? А ну-ка, что тут такое? А тут что такое? Ну, поэтому тоже люди скучают по твердой руке, которая может навести порядок. Мишустин этим себя вот сейчас и показал. Типа, задал то, о чем все думают. Какие нахрен заводы Волга, если там даже руль, элементарно руль, кругляшка из пластика. С добавлением металла. Завезены из Китая. Что за бред? Ну, разве ж он этого не знал? Разве ж те люди, кто это делали, они не знали? Разве ж Мишустин только вчера стал премьером, или он уже пошел на второй премьерский срок? Ребята, ну это какая-то дешевая показуха, честное слово. Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в разработку программного обеспечения. У них как раз прошла целая конференция, посвященная инновациям в сфере информационных технологий. Опять говорили, как успешно мы все импортозамещаем. Только вот люди почему-то жалуются, которые работают с этими российскими импортозамещенными программами. Что они, мягко говоря, сырые. Работать с ними невозможно. Элементарные вещи для массового потребителя у нас до сих пор не сделаны. Деньги государственные и бюджетные на это тратятся, выделяется разная форма поддержки. Айтишники получают брони от службы в вооруженных силах, дешевая льготная ипотека, все что угодно. Результат в отчетах. В реальности примерно никакой. Ютуб начал блокировать контент под требованием российских властей, пишет агентство. Я бы сказал, что это очень странная новость, потому что Ютуб всю дорогу по указанию властей блокировал самый разный контент. Даже у меня были заблокированы, по-моему, два ролика по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзора. Ну, то есть, такое бывает. Если кто-то там жалуется, то они пишут бумаги. И даже без уведомления меня, я потом получаю уведомление, ух ты, у меня, оказывается, заблокировали ролик. Я об этом ничего не знал, не было никакого суда. То есть, это давняя история. Чего они вдруг удивились? А у меня вопрос. А у нас за это время появились какие-то аналоги Ютуба, альтернативы? У нас, наверное, удобно смотреть видео ВКонтакте. На самом деле нет. На Рутьюбе нет. Может быть, на Яндекс.Дзене лучше, чем у конкурентов, но гораздо хуже, чем на Ютубе. Ребята, а чем вы занимались два года? Говоря об импортозамещении, информационных технологиях и прочих рывках и прорывах. Жители Москвы оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины. Если уж на Ютубе ролики блокируются, то давайте мы будем блокировать еще людей за цвет волос. Парень представил доказательства, что он красил волосы в похожие цвета еще с 17-го года. И есть фотографии, доказательства. Это никого не волнует. Все, виновен. Я не понимаю, у нас флаг Украины приравнен к украинской символике? Может быть, это забота о ветеранах и о самом парне. Потому что люди, которые были на фронте, которые убивали и которых убивали, родственники их, которые тоже ходят по нашим улицам, они могут отнестись неблагосклонно и, мягко говоря, начистить харю, а то и заняться какими-то более суровыми вещами, членовредительскими. Ну, тогда, наверное, надо это как-то закрепить в законе. Надо это людям как-то объяснить. Девочки, желтые юбки выкидываем, голубые кофточки выкидываем, все цвета, которые похожи на желтый, лимонный, оранжевый, салатовый выкидываем, чтобы, не дай бог, а то как-то странно получается. Тут замечаем, тут не замечаем. А что делать с гербами сургута, калмыки, которые желто-голубых цветов? Непонятно. РЖД закупает российские смартфоны по тройной цене. Разумное решение или бюджетное расточительство? Российские импортозамещенные телефоны стоят 48 тысяч рублей. 48 тысяч рублей. РЖД закупит их, сколько там, 9 тысяч штук. Вот мой, например, телефон, ну, приличный телефон, стоил там, не помню, 20 или там 22 тысячи. Причем предыдущий мой телефон, опять же, это мой рабочий инструмент, да, на который я много снимаю, который у меня часто разряжается, заряжается, который я роняю, бьется экран, я заменяю. Ну, то есть, потасканный, он мне прослужил около трех лет. Они дешевле стоят. 48 тысяч рублей за довольно простой, примитивный, не выдающийся аппарат. Вот ответ, почему у нас отечественные машины с китайским рулем. Да потому что вся логика сводится к одному. Воровать бабки, пилить бюджеты. Пилить бюджеты на разработки ютубов, российских аналогов, на разработки автомобилей, программного обеспечения. Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой. Налоговая реформа у нас на подходе. Предложения о параметрах изменения ставок НДФЛ еще дорабатываются, но прогрессия должна затронуть только обеспеченных, не большинство населения. Только обеспеченных. Только обеспеченных. Обеспеченных нет такого понятия в законе, чтобы вы понимали. По слухам, которые просачиваются из Госдумы, налоги повысят для всех, кто в год зарабатывает выше 1 миллиона рублей. Новостей по этой теме минимум. Эта штука, как пенсионная реформа, коснется каждого. Но о ней в крупных средствах массовой информации помалкивают. Интересно, почему? Может быть, потому что к нам хотят варварски залезть в карман? По слухам говорят, что если вы зарабатываете в год больше 1 миллиона, то вы будете платить повышенный налог. Что такое миллион? Это меньше 100 тысяч рублей в месяц. Простите, пожалуйста, если за квартиру надо в месяц платить ипотеку 30, 50, 70 тысяч рублей. Если один ребенок в содержании обходится в месяц 20-30 тысяч рублей, а как бы вы считаете, что это уже обеспеченные люди, Силуанов, Набиулина своей налоговой реформой окончательно закрепляют, что многодетная семья – это семья нищая, не бедная, нищая. Это семья голодающая. Это семья, лишающая своего ребенка, своих детей, нормального медицинского обслуживания, достойного образования и каких-то перспектив жизни. Это делается на наших глазах прямо сейчас абсолютно законно и официально. Прогрессивная шкала должна затронуть только граждан с высокими доходами, да, 90 тысяч рублей в месяц – это уже богатей. Будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать в белую. Для бизнеса амнистия? А для людей – повышение налогов. Поддержка должна оказываться только тому бизнесу, который инвестирует в развитие экономики РФ, а не выводит доходы в офшоры. А что за идиотизм? Я слышу от министра финансов в очередной раз. Почему до сих пор бизнес выводит деньги в офшоры? Почему вы это до сих пор не остановили? Продолжают иногда даже давать им какие-то налоговые преференции. Глава опоры России Калинин просит сохранить ставку налога для самозанятых до 28-го года. Миллионы человек, которые начали платить налоги, потому что государство пообещало – не беспокойтесь, платите. Вы сами себе обеспечиваете рабочие места, вы от государства не получаете ничего, вы сами себя эксплуатируете, делаете ноготочки, прихмахеры, репетиторы, блогеры. Я от государства никакой поддержки не получаю. Вы будете платить минимум, кто работает с физлицами 4%, с юрлицами 6%. Какой итог? Будете платить ого-го! 15, а то и 20. У россиян оказалось золото больше, чем в подвалах Центробанка. на каждого жителя РФ приходится 20 граммов золота. Общий объем желтого металла в собственности населения превышает государственные резервы, хранящиеся в Центробанке. Признавайтесь, кто такой богатый? У кого по карманам рассованы золотые слитки? По 20 граммов золота на человека? Ничего себе! У вас много золота, друзья? Напишите в комментариях. Это при том, что люди типа там Михаила Хазина, уже лет 15 всех призывают покупайте золотые монетки, покупайте, храните, они помогут вам в тяжелые времена сберечь. Мне кажется, или как обычно средняя температура по больнице посчитали вместе морг и палату с лихорадочными больными. Скажите, пожалуйста, а как у вас так получается? почему вы считаете олигархов, у которых тонны золота припрятаны в надежных местах, коррумпированных чиновников, прокуроров, которые тоже прячут эти золотые слитки у себя где надо, с обычными людьми? Логика банкиров такая. Так, у россиян дохрена денег. У них деньги на счетах, у них золото много припрятано. все понятно. Надо повышать налоги, надо проверять, откуда это золотишко идет. Центробанк готовится ужесточить политику в отношении драгоценных металлов, налоги поднять, контроль ужесточить, потому что россияне же очень богатые. То есть, вместо того, чтобы откровенно сказать, у нас есть прослойка богатейших людей, которые зарабатывают миллионы, десятки миллионов долларов в месяц, их мы трогать не можем. Это слишком уважаемые люди. Но они вывозят деньги в офшоры, мы же не можем ничего с этим поделать. Мы же бедные, мы несчастные, мы убогие. Мы цифровизуем все, что можно и нельзя, но доходы олигархов мы трогать не в силах. Это уже неоднократно вопрос поднимался в Государственной Думе. при докладах Центробанка, при докладах Министерства Финансов. И каждый раз был ответ, мы ничего не можем сделать, а то они перестанут платить налоги. Переходим к самым громким новостям. Бывший командующий 58-й армии Попов не признал вину в мошенничестве. Как вы думаете, что произошло на самом деле? Арест, очередной арест в Министерстве обороны. Генерал-майор Попов, который громко его имя звучало, было известно год назад во время Пригожинского мятежа марша Вагнеров на Москву. Стало известно, что Попов, возможно, имеет к этому некое отношение. Попов предположительно дружит с Пригожиным. Прошел год. В отставке сменил должность Шойгу. Арестован Тимур Иванов. И вдруг человека, который по идее должен с Шойгу быть в плохих отношениях, которого он снял с командования 58-й армии, вдруг он сам получает ответочку. Можно всяких теорий понастроить, я думаю, время покажет, и то не очень близкое время. Возможно, через годы мы узнаем, как это все было на самом деле. Помогли покровители. Жена Тимура Иванова Мария Китаева избежала ареста имущества. Как интересно вышло. По данным источников, по странному стечению обстоятельств, 14 мая, в день, когда приставы накладывали ограничения на имущество бывшего замминистра обороны и членов его семьи, Китаева успела продать несколько своих автомобилей, в частности Мерседеса Мини Купер на сумму около 10 миллионов рублей. Как интересно. Должны были арестовать, но нет, успели продать. Хочется поверить, что в России начались чистки жуликов и воров. Хочется поверить, что теперь уж заживем. Но если вы внимательно следите за тем, что происходит, вы не можете быть ура патриотом. Вы не можете верить в эти бесконечные росказни и изображения бурной деятельности. если у вас в руках жулики, вы даете им уйти в офшоры ли, государственной поддержкой тех, кто просто пилит бюджетные бабки ли, вот таким вот легализацией доходов, полученных преступным путем ли, многими другими вариантами. Какого вообще уважения, какого отношения заслуживает такая система? Как же так, что кадров и офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный? Это же несправедливо и неправильно. Несправедливо и неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны. Мы много раз уже говорили в этой студии, что нам надо справедлизировать распределение доходов и расходов в стране. Нам нужна ни конфискация, ни экспроприация, никоим образом, конечно же. Нам нужна справедлизация этого всего. Чтобы российская пропаганда начала рассуждать о справедливости зарплат? Да, не думал, что дождусь такого Маргарита Симоньян вдруг прозрела о тех вопросах, которые задавались еще полтора года назад. Может быть, она скоро начнет спрашивать, а почему бывшие заключенные, какие-нибудь вагнеровцы уже оказались не только на свободе и помилованы, но они уже дома. Некоторые уже успевают совершать преступление, тогда как ребята, подписавшие контракты, мобилизованные, не имеют никакой возможности вернуться домой с фронта, они продолжают служить, как им было объявлено, до упора. Ну, ничего, Маргарита, она просто еще не в курсе, мы, наверное, должны еще подождать. Ну, и, конечно, в контексте того, что у нас делает Набиулина и Силуанов, это новая налоговая реформа, и вопросы к золоту, которые граждане купили, играет особыми красками. в Туле от некоторых участников специальной военной операции требуют снять свои кандидатуры с предварительного голосования Единой России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, бывший глава республики Шалбан Караол. Чтобы вы понимали, вице-спикер это не просто депутат. Это один из руководителей Госдумы. Их всего таких серьезных людей в Госдуме, ну, может быть, человек 20. Из 450 депутатов только 20 имеют какой-то реальный статус. Лилия Маврина говорит, Единая Россия поддержит участников СВО не только в предварительном голосовании, но и в дальнейшей общественной жизни. Поддержит, конечно, обещаем. А вот что сказал Караол. Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймера с Единой России. Нифига себе. Нифига себе. Это что такое за скандал в благородном семействе? Пока одни. говорят, да, наши герои это все. Другие начинают говорить правду. Нам же давно объявили, что ветеранов ждут учителями ОБЖ в школах, ждут, что они будут дальше воевать до упора, если не на Украине, то потом где-нибудь в Африке, в разных ЧВК и всяких ЧОПах. Ну а депутатами реально станут единицы. Дума Хантамасильска автономного округа провела срочное заседание, чтобы запретить иностранным агентам участвовать в политической жизни округа. Помните, как нам два года назад рассказывали, что статус иностранного агента это вообще никакое не ограничение? Просто мы людям даем знать, что человек связан с кем-то нехорошим. Это просто, знаете, такое предварительное информирование, но обязательное. Теперь выясняется, что им запрещено. Что тут запрещено? Избираться в депутаты, губернаторы, главы муниципалитетов, не становиться уполномоченными представителями кандидатов, губернаторы или депутаты, наблюдать за выборами нельзя, баллотироваться в представительные депутаты округа. Все. В одном регионе запреты на всю катушку. Я боюсь, что скоро по такой же дорожке прогонят и наших доблестных участников специальной военной операции. Ишь ты, в депутаты они собрались. Нет, это для единороссов местечки припасены. Для правильных единороссов. Всего в партии Единая Россия там сколько там, три миллиона человек. Очень много, я точную цифру не помню, несколько миллионов, три или пять. Сколько из них депутатов? Несколько тысяч. Вы сами понимаете, далеко не каждый участник СВО, там желанный гость. Наоборот, лишний конкурент, только мешаться будет. в России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов. Вот это уже ближе к теме. Вот это в духе Единой России Министерства финансов и Центрального банка. Магазины «Березка». Знаменитые магазины для иностранцев и дипломатических работников. В самое ближайшее время ведется работа по документальному оформлению деятельностью этих магазинов, отметили в МИД-РФ. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время готовится пакет документов, относящийся к компании, которая будет организовывать беспошлиную торговлю для работников дип-представительств в консульских учреждениях и других международных организаций. Простите, пожалуйста, в Советском Союзе бесплатно людям выдавали квартиры, работали социальные лифты, была избирательность судей и простите, а вот эти вот атрибуты советской номенклатуры мы видим, а что-то позитивное из Советского Союза вы собираетесь внедрить? Граждане единороссы, долбонавты, я не знаю, как об этом говорить. Настоящее классовое общество готовят для матушки России. Вы вообще думали, что мы до этого доживем? Это они-то, либероиды наши системные, которые рассказывают про свободный рынок, я не устану повторять, когда у министра финансов Силуанова спрашивали, почему у нас утекают бабки в офшоры, он говорил, мы не можем с этим ничего делать, таковы законы рынка, экономики, если мы начнем повышать налоги для олигархов, они все убегут в офшоры еще и еще хуже, мы же это никак не проконтролируем, у нас свободный рынок, но для правильных людей будут отдельные магазины, это взрывает мой мозг и заставляет сжаться мои кулаки, нищеброды нам не нужны, на Казань форум обсудили проблемы экспорта Татарстана, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, выступая перед предпринимателями, посоветовал им становиться богатыми, необходимо продавать свою продукцию иностранным делегатам, пользуйтесь админресурсом, мы готовы вам помогать, продвигать вашу продукцию, вы будете богатыми, вы нам нужны не бедные, вы нам нужны богатые, мощные, крупные, нищеброды нам не нужны, сказал министр. Я даже не буду это комментировать, комментарии я оставлю для вас, друзья мои. Депутата Городома Иркутского Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве, ФСБ задержало мэра Янакиева в ДНР за взятку в виде двух квадроциклов, главу департамента правового обеспечения МГТУ станки нарисовали по делу мошенничества еще на прошлом месте работы, бывшего соединника главы Челябинска судят за взятки на сумму 30 миллионов рублей, амурского чиновника лишили имущества из-за неподтвержденных доходов, Генпрокуратура потребовала взыскать с иностранного агента-экстремиста-террориста Ходорковского почти миллиард рублей, вдруг оказалось, что у него до сих пор на территории России есть приличные суммы, и другая иноагентка, Белоцерковская блогерка задолжала налогов на миллиончик, ее счета арестовали, аресты, посадки продолжаются, ну а их настолько недостаточно, что мы продолжаем слушать, что нищеброды не нужны, что откроется магазин «Березка» для элитки, для правильных уважаемых людей, я, честно говоря, уже устаю это повторять, слава богу, скоро отпуск, хоть отдохну дебдошка в себя приду, товарищи, по-хорошему эти новости должны изо дня в день повторяться на первом, втором канале, посадили, арестовали, задержали, конфисковали, посадили, арестовали, задержали, конфисковали, постоянно, чтобы чинуши ходили, им звонила жена, говорила, «Слышь, Вась, может, хватит? А ты не воруй, Папанов, помните, как говорил своему зятьку, которого сыграл Миронов, короче говоря, должна вестись масштабная пропагандистская работа, что у нас правила игры в стране поменялись, то, как это делается сейчас, это куром на смех, это называется саботаж, всех вот этих рассказов Путина против страшных иностранных агентов деятельность активизировали, молодцы, а против жуликов, против оборотней в погонах ничего не делается, отдельными точечными задержаниями, арестами, отставками вы ничего не добьетесь, не, ну, лучше, что хоть кого-то ловят, но на ситуацию в целом это не влияет никак. Переходим к традиционному разделу с чрезвычайными ситуациями. В Свердловской области пять вагонов сошли с рельсов, авария произошла днем 20 мая на тупиковой ветке Ивдель-2. Постоянно, чуть ли не каждую неделю у нас сходят составы с рельс. Что случилось? Разучились железные дороги ремонтировать, поезда ремонтировать, или у нас по всей стране диверсии происходят? В прошлых сводках я вам рассказывал о случае в Волгоградской области, где власть признала, да, долбанули беспилотникам, состав сошел с рельс, признали вмешательство диверсантов. Во всех остальных случаях мы можем об этом только догадываться. То же самое, пожары по всей России. Полыхает рядом с заправкой, в Подмосковье загорелась швейная фабрика. Управа очень вероятен поджог, но нам об этом не говорят. Обстоятельства и причины выясняются. Торговый центр Гран-Плюс загорелся в Биберево, Москва. В Самаре загорелся ресторан, сообщил региональное управление МЧС. В Хакассии жители Абакана боятся, что их начали выкуривать из домов. Это тоже известная практика. Мы можем догадываться, где поджоги, где диверсии, но здесь есть вполне себе прослеживаемые бизнес-интересы, поджигаются дома, и люди соглашаются по дешевке переезжать в какие-то там отдаленные районы, по реновации, по комплексному развитию территории, то, что выгодно чиновникам, местным циркам, местным бизнесменам. Снежинск. 28 пожарных на 6 машинах приехали тушить возгорание мусора. Поджоги мусора, поджоги свалок, этот бич, я боюсь, что это будет бич наступающего летнего сезона. То, что так разактивничались 28 пожарных на 6 машинах, мне хочется верить, что кто-то из серьезных людей смотрит мои видео и дают указания, так, товарищи, надо это какое-то, давайте, давайте, работайте как следует. Очень хочется в это верить, потому что, учитывая диверсионную активность украинских агентов, вот этих всех мигрантов, студентов, кто только этим не занимается в попытках заработать таким мерзким образом, они, я уверен, будут поджигать свалки. Будет гореть, люди будут задыхаться, естественно, задавать неудобные вопросы властям и так далее. Возле Красноярской ГЭС локализовали лесной пожар, в Забайкале за сутки ликвидировали другой лесной пожар, со страшными пожарами борются в Хабаровском крае, пожароопасный сезон будет очень серьезным. Я напоминаю, обычно по статистике вот эти лесные пожары развиваются следующим образом. Май, июнь первый пик пожаров, в конце июня, начале июля обычно идет спад, а потом до начала середины августа опять набирается массовость пожаров и к середине августа максимальное число лесных пожаров в стране наблюдается. Обычно это так. В зависимости от того, как будут приходить, уходить циклоны, антициклоны, когда будет засушливая погода, влажная погода, мы это сейчас предугадать не можем, но еще до начала спецоперации, до массовой диверсионной работы украинских агентов у нас уже бывали годы, когда страна задыхалась. Поэтому я очень опасаюсь и призываю всех должностных лиц максимально активно включиться в эту работу до того, как страна задохнулась. Во Владивостоке жители более 10 улиц остались без электричества, случилась некая авария. Вряд ли туда долбанул беспилотник, потому что это уж совсем далеко. возможно ли какая-то диверсия? Возможно. Но мы помним, как полгода назад у нас Центральная Россия, Урал и Сибирь и Дальний Восток, вся страна столкнулись с серией аварий на объектах теплоснабжения, электроснабжения и даже водоснабжения. Коммуналка Российской Федерации трещит по швам. Вопрос. За эти месяцы что-то сделано? Наверное, начали масштабные проверки. проверяют, как там тратятся бюджеты, где требуется ремонт, модернизация, обслуживание. Да ни хрена не сделано. Будем честны. Поэтому аварии будут продолжаться. Чиновники будут говорить, ну а что, у нас нет лишних людей, мы не можем ничего работать. у нас все для фронта, все для победы. Вот кончится война, мы обязательно со всем разберемся. Ублюдки, вы не ремонтировали объекты десятилетиями, до спецоперации вы могли этим заниматься. Многие годы эксперты говорят, коммуналка изношена, коммуналка аварийная, надо заниматься, надо заниматься. Чиновники плевали в потолок. Вы не можете работать, потому что у вас 15 заместителей, вице-премьеров, советников, все на зарплатах, и 3 с каких-нибудь слесарей несчастных. Вот ваши приоритеты. Вместо работы вы набиваете карманы. В Мелитополе пропал свет, русский мир. Люди-то думали, что туда сейчас придет порядок наведет Путин. Они не очень-то следили за тем, что по всей России вообще-то ситуация не сахар. Вот пожалуйста Запорожская область, новый регион Российской Федерации, что во Владивостоке, что в новых регионах. Кто будет с этим разбираться, кто будет порядок наводить? Вот эти жулики, которые по всей России все разворовали, где чистки, где приток новой крови на серьезные должности директорами, хотя бы заместителями. Новосибирск, чья-то корола угодила в очередную дыру на выборный дом 89 корпус 4, дроп 4. Сколько таких случаев мы уже видели? По всей России, в крупнейших городах. Подмывает, дороги плохо сделаны. В 21 веке мы не можем дороги наладить. Зато рассуждаем про космос, про атомную энергетику, водородную энергетику, зеленый переход, революцию роботизации, дороги робота будут класть. Якутию в среду посетит глава МЧС России. Причина паводки из-за прохождения ледохода, привлечение федерального министра, не в последнюю очередь связанной с неспособностью региональных властей справиться с ситуацией. Министр чрезвычайных ситуаций экстренно вылетает в регион. Я хватаюсь за лицо, я хватаюсь за голову, я сплетаю, заламываю руки, боже, за что? Я рассказываю вам про то, что у нас паводки. Третий месяц. До того, как это случилось в Орске, я вас начал держать в курсе. До этого начали поступать из регионов новости. про то, что Орском и Оренбургом дело не кончилось, я вам рассказываю уже месяц. Многократно я говорил о том, что людям нужна помощь, ситуация сложная, люди выплат не дождались до сих пор и так далее. Про то, что в Якутии сложности, я вам тоже рассказывал. А министр чрезвычайных ситуаций об этом вдруг внезапно узнал. Он, наверное, посетил Орск, покрасовался перед камерой, поспасал бабушек, повыступал на пресс-конференциях, так тяжело уработался. Может быть, он на два месяца рванул на курорт и только сейчас очнулся от пьяного угара. Вот из новостей возникает такое ощущение. Ты где два месяца был родной? Ты чем занимался? С таким руководством говорить про подготовку к пожароопасному сезону мне кажется глупо. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения толпой участника СВО. Даже можно не вдаваться в детали. Это уже обыденность. Привыкайте, ребята. Какие депутатские мандаты? Вас избивать будут толпами? Наверное, Бастрыкин возбудит дело, но никого особо не найдут, особо искать не будут. Пап, у нас террористы, жители Москвы получили смс-ку о нападении на школу. Мужчина сообщил о нападении на элитную школу в центре Москвы, дочка написала ему, что террористы ворвались в здание, кто-то ломится в кабинет, отец посоветовал дочери прыгать в окно, если дверь выломают, оказалось, что это учение. У меня возникают некоторые вопросы. Вопрос первый. У нас на прошлой неделе прошли последние звонки. Часть школьников уже не учатся. что за хрень? Вопрос второй. Почему детей не предупредили? Учителей родителей почему не предупредили? Для отработки, для учений можно и предупредить. Кто будет разбираться с психологическими травмами? Глупый вопрос. В Госдуме предложили создать психологический спецназ по работе с горем для детей погибших участников СВО? Яна Варильевна Лантратова справедливая Россия уважаемый депутат молодая перспективная через годик другой станет министром я вижу какие трагедии травмы у детей они переживают когда папа находится в зоне боевых действий кто с ними работает школьные психологи а умеют школьные психологи работать с горем нет их этому не учили цитирует депутата Дума ТВ Яна Валерьевна а кто вас консультирует скажите пожалуйста кто этот человек который фонтанирует удивительными идеями я даже перепроверил свои знания думаю может я что-то не так знаю вот довольно свежая статья приказ Минпросвещения установить норматив штатной численности психологов в детских садах будет работать один педагог психолог на 200 воспитанников в школах один на 300 детей в колледжах один на 500 студентов как вы думаете Яна Валерьевна один психолог на 300 детей из этих детей есть дети из семей алкоголиков наркоманов где папа или дедушка повесился которые прямо сейчас разводятся где у мамы уже там третий четвертый папа она их меняет как перчатки не особо заботься о психике ребенка где мама папа могут наблюдаться у психиатра клинические психи дети которых изнасиловали не дай бог избили которые попали в аварию вы вообще знаете чем занимаются школьные психологи если вдруг у них найдется немного времени а не может быть кому-то из детей какую-то помощь окажут школьные психологи должны постоянно мониторить социальные сети так детишки что там они пишут что они пишут есть ли у кого-то суицидальные наклонности кто на какую группу подписался яна валерьевна вы пообщайтесь со школьными психологами и узнайте сколько времени они тратят чтобы выполнить их обязанность обязательную работу проверить социальные сети трехсот детей но я думаю что 300 детей на психолога далеко не в каждом учебном заведении попадается где-то и 500 детей на одного психолога они постоянно пишут справки разного рода это тоже их работа чисто бумажная чисто формальная конечно же они ведут каких-то тяжелых подростков кто состоит на всяких учетах это работа да если вы думаете что школьные психологи занимаются консультированием как это в американских фильмах бывает на удобное кресло садится пациент или клиент рассказывает ох я вспомнил как мама порола меня ремнем мне это было неприятно нет это бред почему Госдума предлагает какие-то вещи которые никакого отношения к реалиям не имеют если вы хотите помочь семьям участников СВО вам нужно организовать новую службу и дробь или увеличить численность психологов кратно 2-3 специалиста на школьное здание обязательно должно быть не полтора по нынешнему нормативу Минпроса стандартное школьное здание это 400-600 детей стандартное школьное здание что говорить про огромные комплексы я специально проверил топовые школы топовые школа номер один лицей высшей школы экономики 5 психологов 5 на огромное учебное заведение из многих корпусов пятеро якутия школу под снос детей на улицу уже несколько лет чиновники не могут решить вопрос с капитальным ремонтом аварийного здания и непонятно что будет дальше вполне возможно что здание тупо снесут а дети будут ездить за 3-9 земель в какую-то другую школу а все почему из-за халатности чиновников москва в стране закрываются школы на ремонт до нового на ремонт в течение целого учебного года удивительная история меня прохожие ловят на районе и говорят Пал Андреевич ну как-то мы вообще не понимаем что делать как быть ремонт это конечно дело нужное но мы будем ходить в другую школу учиться то ли в 2 то ли в 3 смены мы не понимаем кто это вообще придумал почему именно сейчас почему так радуйтесь и такому учитывая что наши школьные здания заняты почти все лето на ЕГЭ пересдачи ЕГЭ полтора месяца для ремонта не хватит тем более это все вопрос денег вопрос бюджетов вопрос найма бригад рабочих это все как бы не так просто как вам может показаться поэтому дети будут учиться в 3 смены даже в столице считайте что так и должно быть просто не задавайте глупых вопросов если перекладывают плитку так надо если оптимизируют больницы так надо если на год закрывают школы не задавайте глупых вопросов начальству виднее что делать с бюджетными деньгами в подмосковье дети мигрантов напали на школьников из-за отказа играть с ними очередная новость про межнациональные отношения и знаете я принципиально минимизирую новости такой тематики но меня поражает когда мои коллеги блогеры когда какие-то эксперты аналитики активисты игнорируют реальность товарищи это не вопрос какого-то пренебрежения культурами средней Азии это не вопрос нацизма или расизма это вопрос преступности наши первые вопросы всегда претензии всегда к нашим силовикам и руководству кто осуществляет национальную миграционную политику кстати передаю что то самое Яна Валерьевна Лантратова стала из депутата главой комитета по национальной политике может быть она что-то придумает в этом отношении посмотрим посмотрим будем наблюдать более 700 человек проверили в Ленинградской области во время миграционного рейда из них 60 оказались нарушителями и получат разного рода взыскания и кого-то даже вышлют из страны жительница Приморья записала в отцы своим детям незнакомых узбеков за денежку конечно фиктивный брак называется ее дети в свидетельстве о рождении получили не поймешь кого в качестве папы а не поймешь кто получил право находиться в России без замороки с документами у него что-то ребенок растет а Россия за традиционные ценности поэтому семьи-то не разлучаем не разлучаем в Таджикистане официально запретили ношение хиджаба как и во многих других среднеазиатских странах и те фотографии которые вы видите это фотографии из России в России все чаще фиксируют людей которые носят паранджу депутаты предложили совету по правам человека обсудить за закрытыми дверьми вопрос запрета на ношение никаба за закрытыми дверьми знаете почему потому что туда придут какие-нибудь представители диаспор представители может быть Северного Кавказа и объяснят кто тут важен а кому нужно заткнуться вот это например сняли в Реутове мои подписчики активисты о которых я неоднократно упоминал девушка пришла делать какие-то операции с банкоматом причем подписчики обращают внимание какие-то руки странные очень большие руки может быть это на самом деле переодетый мужчина не знаю не знаю можно ожидать всего чего угодно депутата в Ксентьево призвала коллег доработать законопроект о сталкинге и домашнем насилии фракция новые люди пишут очень интересный закон люди которые его почитали говорят что это какое-то откровенное безумие на самом деле ситуация очень простая у нас в стране никто не доверяет правоохранительным органам мы помним безумное число историй когда убьют тогда и приходите и понятно почему капитализм счастье зашибись работа сложная трудная ответственная работа не для каждого там сейчас дефицит кадров многие пошли на фронт многие просто сбежали в какие-то более теплые престижные местечки даже в Чопах можно заработать больше чем служа России служа народу и когда депутаты предлагают ой давайте сделаем так чтобы все таки те кто избивает жену ждала какая-то ответственность они просто не могут открыто сказать обидеть министра внутренних дел что полиция ни хрена не работает нет они делают вид что как-то вот давайте а другие люди делают вид да вообще нет никаких проблем у нас же в законах уже все написано что тот кто бьет должен отвечать значит это глупый закон это тоже неправильно вы должны четко озвучить в чем проблема законы есть но они ни хрена не работают скажите это своими ртами люди с голубых экранов на высоких трибунах не можете а хрен ли вы тогда в депутаты перлись в Дагестане семья не может вызволить дочь из плена ее без разрешения похитил односельчанин девушка уже записала видеообращение сказала да я вообще-то по своей воле ушла и непонятно она это записала под давлением под шантажом или не под давлением загадка но истории одна веселее другой то мы обсуждали историю как чеченцы окружили отдел полиции потому что требуют девушку вернуть семье совершеннолетнюю девушке пришлось убежать из России вот похожая история из Дагестана похожего оттенка история традиционные ценности традиционные ценности давлеют девушку засватали за другого парня а она сбежала это ж позор для семьи нет ты должна вернуться быть рабыней у нелюбимого мужа потому что семье виднее за кого замуж выходить это потрясающе а это точно никакой там статьи уголовного кодекса не нарушает там рабовладение ну или что-нибудь такое financial times в США летом может произойти всплеск заболеваемости ковид-19 мне это вот очень нравится может произойти может а не произойти а хрен ли вы об этом тогда пишете всемирная организация здравоохранения сообщает что варианты штаммов группы флирт были обнаружены в 14 странах в Европе а также в Израиле но уже предупреждают американцев ребята готовьтесь ковид придет Роспотребнадзор сообщает вариант коронавируса флирт в России пока не обнаружен ага в Европе обнаружили американские СМИ кричат это принцип оконавиртона пока не обнаружен завтра они скажут возможно обнаружен через неделю да точно обнаружили через две недели пошли заболевания заболевшие все больше их все все начали говорить начали вбрасывать и то что наша попова пока в России ничего не обнаружила не должно вас вводить заблуждение товарищи это как раз попытка подготовить население к тому что будьте бдительны делайте уколы скорее в России заболеваемость ковид-19 выросла на 14 с половиной процентов за неделю все флирта не обнаружили зато заболеваемость растет есть даже погибшие 54 человека за неделю правда непонятно в каком возрасте какие у них были хронические заболевания сопутствующие это никого не волнует вы главное идите делайте себе уколы в Москве запустили акцию приведи друга для водителя скорой помощи хочешь потерять друга 5000 рублей мы поможем говорят об этом сами водители работа трудная неблагодарная низкооплачиваемая работать некому даже в маршрутчике больше денег заколачивают поэтому мигранты идут именно туда работать а скорой помощи водить некому поэтому исхищляются наши чинуши говорят ну вы приведите друга который отработает получите премию 5000 рублей схема прекрасная но только никого не заинтересовало когда и почему в России может начаться полная мобилизация мы приблизились к новостям фронтовым глава комитета госдумы по обороне генерал лейтенант Виктор Соболев заявил мобилизация в случае войны это мобилизация никаких отсрочек тут быть не может иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому готовьтесь товарищи к полной мобилизации всего мужского населения и даже части женского населения что касается медиков я вообще не понимаю о чем он говорит прямо сейчас мобилизации не будет они выполняют работу которую надо было выполнить еще до начала СВО чтобы к началу частичной мобилизации все было готово все было хорошо а не тот бардак и неразбериха который мы наблюдали в итоге генералы готовятся к прошедшей войне вы видите яркую иллюстрацию в лице этих деятелей картополов соболев гурулев депутаты из разных партий вот этот вот из КПРФ ну я блин даже не знаю жизнь какая-то ребята где новейшая техника где изобилие боеприпасов обмундирование квадрокоптеров и тепловизоров гений герои чем вы занимались все эти годы позорище на Украине обязали уехавших за границу граждан срочно вернуться встать на учет украинская власть делает все чтобы срочно нарастить темпы мобилизации в России этого пока не наблюдается несмотря на странные заявления некоторых депутатов в ООН заявили что Зеленский остается президентом Украины в глазах организации очень забавно нарушена украинская конституция и он говорит да плевать нам на украинскую конституцию вообще-то должен сейчас вынести какое-то решение украинский суд конституционный или верховный какой у них там выше будем ждать этих новостей посмотрим Украина понимает что конфликт закончится переговорами заявил секретарь СНБО Литвиненко это серьезная величина они-то обещали что они будут Кремль штурмовать на Москву еще пойдут вдруг переобуваются говорят про переговоры фактически это выгодно Украине быстренько остановить боевые действия всех из Европы вернуть на родину обучить и заново организовать кровопролитие Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине Лой Тостин заявил что не дают добро на удары по российской территории на самом деле это не значит что Америка прямо сейчас готова остановить конфликт да Украина испытывает определенные трудности но на самом деле смысл этого заявления только один теперь это все должна делать Европа а Америка остается с чистыми руками международный суд запросил ордера на арест премьера Израиля и лидеров Хамас ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй то Путина они со Львова и Беловой объявляли в розыск теперь Нетаньяху и кого там министра обороны Явата Галанта распоряжениями уголовного суда откровенно подтерлись израильтяне и американцы как это раньше сделало руководство России наплевать мне интересно что сейчас скажут всякие вот эти либероиды типа Невзорова там не знаю Латыниной команды Навального Варламов всякий КАЦ многие из которых имеют израильское гражданство которые воды в рот набрали по теме геноцидов секторе ГАЗа в Израиле назвали действие уголовного суда кровавым наветом на еврейское государство помните в американских фильмах это что потому что я черный теперь это что это потому что я еврей нет потому что вы убиваете не только террористов но и мирных граждан вы варварскими методами ведете боевые действия нарушая законы войны так нельзя нет мы евреи нам можно все кто не согласен смотрите пункт первой мы евреи евреев трогать нельзя Байден возмутился требованиями прокурора уголовного суда выдать ордер против Нетаньяху фактически покрывает преступника сейчас Байдену навалят за воротник все эти БЛМщики которые активно поддерживают Палестину ваше здоровье дорогие друзья в Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стране некие ЦРУшники попытались там устроить свержение законной власти местная полиция и спецслужбы отлично отработали правопорядок сохранен Африка все чаще мелькает в новостях хотя 10 лет назад про нее вообще не говорили как бы там это отсталый загнивший континент нет 21 век это век Африки век битвы за Африку интересно возможно вы уже слышали про события в Новой Каледонии это острова в Тихом океане где есть большие залежи никеля поэтому это колония Франции Франция ее никому отдавать не хочет а китайцы вроде положили на нее глаз там сейчас беспорядки местные жители говорят хотим освободиться от Франции и оказывается во всем этом виноват Азербайджан потому что азербайджанцы недовольны тем что Франция дружит теперь с Арменией и они устроили месть поддерживая восстание в Тихом океане вот новая мировая держава Азербайджан а вы говорите Баку на Неве и всякие там рынки по периметру Москвы гордитесь быть вассалом Азербайджана это почетно они даже с Францией терки труд друзья спасибо вам за поддержку спасибо за миллион подписчиков каждый из вас важен подписывайтесь на нас телеграме подписывайтесь на наши новые новостные проекты мы теперь выпускаем новости отдельно по федеральным округам по Сибири Дальнему Востоку Уралу по Волжью и так далее за новостями и ссылками вы можете следить в сообществе на ютубе и в нашем телеграм-канале ставьте лайки поддерживайте нас донатами спасибо вместе мы сила вместе мы победим пока пока Продолжение следует...